Итак, всех с наступившим Новым Годом! И наступающими праздниками! Вот, как не хотел я уйти от станка ЧПУ, от темы, все никак не получается. В общем, сегодня смотрим, как на станке с ЧПУ можно запилить плату. То есть, не травлением сделать, а именно запилить на станке. Вот, пока информация свежая, решил запилить видео. Может, кому-то что-то этот тест поможет. Вот, в общем, начинаем. Значит, есть такая программка. Вот она как выглядит. В принципе, она очень знаменитая, все ее знают. Есть у меня вот такая плата, подготовленная для одного из моих проектов. Вот, я ее, в принципе, вытравил. Но сейчас хочу показать, как я ее бомбанул на станке и удивился, в принципе, от качества получившегося. Вот, значит, есть такая оплатка. Что, как пользоваться программой, объяснять не буду. Это в интернете информация выше крыши. Вот, где скачать программку, подскажу. Ссылка будет под видео. Вот, ссылочка. Нажмете здесь скачать. Пошла загрузочка. Вот, показать в папке. Извлечь из архива. В принципе, все просто, понятно. Ничего сложного, странного. Заходим в папочку и запускаем этот файлик с экзешным расширением. Собственно, все. Открывается у вас программка. Как делать, опять же, повторяюсь, это уже ищите в интернете. Информация выше крыши. Вот, значит, имеется вот такая оплатка. Значит, сейчас мы для станка будем задавать управляющую программу для засверления плат. Значит, как это делается? Открываем файл. Экспорт. Сверловка. Здесь она так обзывается. Открываем. Здесь. Значит, кто любит отверстия с металлизацией, то есть, красненькие кружочки. Ставим с металлизацией. Кто не любит без, я ставил с металлизацией. Значит, важно сортировать по диаметру поставить. Со стороны 1 или со стороны 2 зеркально. Это если вам надо зеркально отобразить. Это зачастую надо при лазерно-утюжной технологии, если вы когда печатаете. Иногда требуется именно отображение. То есть, жмете зеркально. У вас плата будет отображена зеркально. Значит, учитывая, что мы делаем именно на станке, значит, у нас все будет зеркально отображено. То есть, здесь плата нарисована, как будто она находится сзади дорожки. Но у нас же надо будет граверовать, как будто лицевая сторона. Поэтому для граверования платы ставим со стороны 2 зеркально. Обязательно размеры ставим миллиметры. Вот. Жмем ОК. Здесь у меня есть папочка плата для ЧПУ. Здесь я пишу, например, засверливание. Засверливание. Засверливаю я зачастую, значит, сверлом 1 миллиметр все подряд. Ну, делаем засверливание. Сохраняем. Далее заходим опять в файл. Экспорт. Выбираем фрезеровка. И изоляционная фрезеровка дорожек. Здесь очень важно выбрать М2. Что такое М2, сейчас я дополнительно покажу. Вот. Зеркально по оси Х, опять же, потому что мы делаем, на ЧПУ. Если вы делаете лазерно-утюжную технологию, зачастую не требуется здесь ничего делать. Значит, в нашем случае надо. Здесь выбираем угол нуля для станка, значит, ЧПУ. Снизу слева для меня самый удобный. В принципе, больше я здесь ничего не меняю. Жмем ОК. Производится расчет. Немножко ждем. Вот. Сейчас я покажу, что такое М2. Вот. У нас, кстати, здесь написано уже вид фрезеровки. И уже показано, как будет производиться фрезеровка. Значит, пишу. Фрезеровка. Сохраняем. Теперь, что такое М2. Как вы видите, здесь у нас обозначено, значит, показывать именно М2. Сейчас я уберу этот фрезеровки. Здесь вот такой есть вопросик. И можно посмотреть, что такое М2. То есть, для двухсторонних плат, двухсторонних. Там, ну, еще куча всяких вариантов. Что такое М2? Вот при лазерно-утюжной технологии приходится печатать на принтере. Жмем Печать. Смотрите. Вот это реальный масштаб ее. Значит, чтобы просто было видно, М2 это, собственно, есть дорожки. Если я ее выключу, а оставлю всякого такое вот дрибудень, все будет, кроме того, что надо. Ну, как бы, суть понятна. Поэтому только М2 остается. Вот. Ну, и при, значит, не забывать при лазерно-утюжной технологии выставлять здесь галочку зеркально. Вот плата развернулась. Сейчас я увеличу. Развернутая и не зеркальная. Ну, это так. Вот. Далее. Это мы убираем. Открываем вот такую вот программку. Называется она StepCam. Значит, где ее скачать. Ссылочка будет под видео. Значит, в принципе, здесь есть статья, где, в принципе, все довольно объяснено подробно и хорошо. Но объяснено именно на старой версии. Человек очень хорошо потрудился. Лайк ему, респект его жука. Значит, есть самая свежая версия 1.79. Вот я ее открыл и пошла у нас скачка. Скачалась. Показать в папочке. Вот она у нас есть. Извечь, естественно, в архиве. Вот она у нас. Программка. Ее надо установить. Ничего сложного. Ярлычок появится на рабочем столе. Так, ссылочки опять же будут. Значит, это закрываем. Теперь у нас открыта программка StepCam. Что здесь, как, чего и по-простому. Кстати, у меня версия 1.78. Значит, суть в чем. Открываю сначала сверловочку нашу. Плата ЧПУ за сверливание. То есть, она, в принципе, и выделяется. То есть, только она. Ее открываем. И здесь выставляем вашу подачу на сверло. Я подачу на сверло выставлял от 150 до 300. Хотя можно и больше, но у меня сверло всего 1 мм. И как бы не стал я рисковать. Соответственно, выставляете, например, подачу сверления 300. 300 мм в минуту. Мой станок поддерживает 1200 мм в минуту. Но это как бы чересчур. Высота безопасной надплаты 3 мм. Значит, ну и, собственно, глубину сверления самого отверстия. Можете не досверливать. Можете наоборот, чтобы в подложку вгрызалась. У меня надплата была 2 мм. Значит, соответственно, я должен выставить минус 2. Но есть один нюанс. Есть такой пунктик. Высота начала сверления. То есть, сверло идет и на расстоянии 0.05 от платы резко останавливается. И начинается подача, которую вы указали. То есть, чтобы не терять время на переход. Сразу идет быстрая подача, например, 1200. Перед самой платой становится 300 мм в минуту. И производится засверлено. Это очень удобно. Это ускоряет процесс. Вот что значит этот размер. Но, соответственно, если плата у нас 2 мм, значит, мы должны засверлить минус 2.05. Это минимум. Хотя лучше вообще делать минус 2.2 и немножко просверлить подложку. Очень внимательно. Ничего не нажимайте здесь. Я сделал глупость и установил здесь галочку. Из-за чего у меня задрало шпиндель в крайнее положение и застопорило. Хорошо, что я успел этот процесс остановить. Просто зачастую иногда случайно нажимаете. Это высота для смены инструмента. То есть, плюс 3 см за дырка вверх может испортить станок. Это настройки для сменных сверл. Я этим не занимаюсь. Я все платы сверлю диаметром отверстия 1 мм. А потом рассверлю где-то что-то больше надо. А меньше просто не использую, потому что миллиметровое сверло нам немного лучше. Вот. Что делаем далее? Все параметры свои мы задали. Жмем создать UP-код. Программка быстро создает, значит, дыркод. И его сохраняем. Засверливание. Я указываю подача 300. Значит, глубина минус 2,2. Ну, все, собственно, достаточно. Чтобы потом не рыться и не искать каждый раз, где что сохранено. Теперь мы открываем файл фрезеровки. Это будет следующая вкладочка. Открываем фрезеровку. Открываем. При фрезеровке подачу, естественно, надо увеличивать. Можно, конечно, на 300 пилить. Я бы поставил 600. Вообще максимум, как я говорил, 1200. Опять же, высота безопасная. Пускай будет 3 миллиметра. Вот. Самое главное здесь теперь высота, глубина гравировки. Здесь очень важно. Как делал я? Я выставлял минус. Значит, например, 0.05. То есть, всего лишь 005 высота гравирования. Создавал код. Создался код. И сохранял. И называл фрезеровка. Минус. 0.05. Сохранял. То есть, это одна управляющая программа. Если этой глубины не хватит, я сразу же создавал несколько уп. Делал минус 0.1 миллиметра. Создавал код. И сохранял. И, значит, здесь писал фрезеровка не 0.05, а минус 0.1. И тоже сохранял. Значит, один маленький нюанс, который я забыл сказать. В этой программе можно предварительно сначала взять, немножко посмотреть. И у нас есть здесь такая функция визуализировать уп. Открываем. У нас открывается окошко такое. Жмем draw. Вот. И программа как будто зависает. Она немножко так пальчиком дернует ее. И она начинает показывать. То есть, в принципе, вот. Что программа собирается резать. Это немножко помогает, чтобы каждый раз не загонять в матч. То же самое будет и со сверловочкой. Значит, засверливание. Открываем. Создать УП. Действие визуализировать УП. И опять же, жмем кнопочку draw. И пальчиком немножко так подергаем. Вот у нас, значит, сверловочка отверстия наша. Планируем ее в шаги движения. Ну, это так. Бонус. В общем, попытка сверло миллиметровое. Очень тоненькое. Его реально сломать без проблем. Если делать там шуруповертом или движком каким. В общем, смотрим, как оно сейчас это все будет засверливать. В общем, это не устраивает. Вот. О tuner. Лучше. 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 ところ. Лучше. что тут сказать я пока вообще в шоке в реальном во первых ладно что отверстия все идеально точно сделаны таких здесь 86 штук 86 штук и сделаны они всего ну по времени минут за 4 при скорости в четыре раза меньше от той которую можно выставлять для этого сверления что сказать дважды я шокирован учитывая что я еще не с первого раза прогнал качество просто офигенское все везде чистенькая все выбрано принципе если нормально плоскость шлифануть под ней можно с первого прохода молотить буквально занимает это я не знаю все в сумме минут по 6 на каждую плату здесь их две то есть я сразу два клона бомбану ну мне кажется что все удалось пальчик если что ставим вверх